Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Epic 2010 года выпуска. Двигатель 2 литра, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле на данный момент 158 тысяч километров. На этом автомобиле мы снимали, смотрели задний правый суппорт, пыльник разбух, одеть не смог. И также манжета уже начала пухнуть. Заказали оригинальный ремкомплект на два колеса на задних и комплект направляющих с пыльниками тоже. Поэтому сейчас перебираем оба суппорта, поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и снимаю суппорта. Приступаем! Поднял автомобиль, снял колесо. Пришел такой вот зажим для шланга GTC 1343. Опять же, это с советов подписчиков. В прошлый раз я говорил, что такие вещи придут. И вот я ее опробую. Сейчас сделаем. Заводим. Эти круглые губки, и они, получается, шланг не рубят. Усилия большого делать не надо, достаточно вот передавить. Шланг передавил. Снимаю штуцер. Все получается, с цилиндра течет, а со шланга не течет. Ключом на 14 откручиваю оба болта крепления цилиндра к скобе. Вот здесь мы откручивали, у нас уже, в принципе, все легко отходит. Направляющие и пыльники тоже заменим. Я, наверное, скобу сниму. У нас здесь все, в принципе, чистенько, мягенько. Но скобу я сниму. Сзади откручиваю два болта на 17 крепления скобы. Также почищу скобу. Смажу. И установлю все на место. Головка, сказал, на 17, головка родная на 15. Сейчас я посмотрю салют. Сейчас я 괜찮усь. Сейчас я начну это. Почистил суппорт, ну как я и показывал в прошлый раз пыльник разбух, я уже его не одел, просто прижал. Поршень двигается мягенько, вот я его рукой, сейчас даже вытащить смогу не. Выходит, смазка есть, грязи особо не дала навредить. За это время у нас ремкомплекты пришли, старый пыльник и новый пыльник, сейчас я его вытащу, это ремкомплект суппорта заднего, здесь на два суппорта 93740288. Размер, поэтому я его и не смог ставить, он разбух, у него здесь внутренний посадочный, как наружный у нового. Ну и также манжета тоже, сейчас вытащу, ее видно будет. пыльник, В принципе, внешне она не намного, но чуть-чуть больше. Я на форму потерял, она стала как воронка. Мою внутри, выдуваю, опять вычищаю посадочное и устанавливаю манжету. Все, промыл, прочистил. Также прочистил посадочное под пыльник. Всю грязь выбил. Внутри цилиндр чистить нельзя. Я его промыл и продул, чтобы не было ни грязи, ни песка, ничего. Собирать буду на ФЭБе 31942. Беру смазки. И смазываю манжет. Одеваю манжет в посадочное место. И проверяем, чтобы манжет у нас стоял ровно. Чтоб его там не повернуло. Бывает-то крайне редко. Но, к сожалению, такое может случиться. Теперь я одеваю пыльник на поршень. Диаметр у него чуть меньше. Поэтому, для удобства, далеко его не одеваем. Но потом вот эту часть наружную опускаем ниже кромки. И уже ее именно заводим в посадочное гнездо. А после этого поршень мы опустим вниз. Все-таки я вставил пыльник с поршнем вместе. Потом начинаешь натягивать пыльник. Он соскакивает. Вот я его частично завел в посадочное. Теперь под пыльник я немножко добавлю смазки. Под пыльник добавляю немножко смазки. Разгоняю ее по кругу. Так как при установке я этого сделать не мог. Смазка мешала. Скользила на руках и мешала мне одеть пыльник. Топлю маленько поршень на место. Одеваю пыльник на посадочное место его. И все. Теперь поршень можно полностью посадить на место. Ходит от руки. Без каких-то там спецсредств. Можно идти устанавливать его на место. Но перед этим заменю пыльники и направляющие. Сейчас все вымою и вычищу. Оригинальный у нас комплект 4 штуки на 2 суппорта. Номер 937-40-287. Две направляющие, два пыльника беру. Вымываю здесь смазку старую. Все. Скобу внутри вычистил. Также посадочное здесь под пыльник тоже вычистил. Это обязательно надо делать. Одеваю. Здесь у нас как он пыльник стоит. Широкий сюда. Одеваю пыльник. Проверяю так. Этот у нас идет сюда. Смазку буду использовать Тойоту. Добавляю вот столько. Примерно полторы горошины. В одно место и в другое место. Отверткой внутри ее разгоняю по стенкам. Здесь маски много внутри не нужно. Иначе будет гидроподпор. Теперь одеваю пыльник. Новый он и есть новый. Насколько он плотно сидит. Немножко смажу его. На посадочном. Один одел. Второй отдел. Смазываю немножко направляющей. И завожу ее. Вот про что я говорил. Видно, что гидроподпор выталкивает. Этого быть не должно. Убираем его сразу. Иначе у нас будут зажатые колодки. Направляющая должна ходить мягко. Полностью. Вот этого быть не должно. Вот. Все. Вот он. Вот так она должна двигаться. Буквально чуть-чуть наношу. Все. Вот они. Обе у нас работают нормально. Идем. Устанавливаем скобу на место на автомобиль. И устанавливаем цилиндр. Сразу еще медной смазкой. Я смажу резьбу. Смазал резьбу. Болты я тоже смазал. Закручиваю скобу. Скобу я установил. Чищу пластинки. Устанавливаю пластинки. И устанавливаю колодки. Почистил пластинки. Сейчас, 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 сейчас. Четко. Образить. Вставляю их на место. Так же смажу торцы колодок. Смазка Bosch. 5, 6, 0, 150. Здесь еще почему-то написано 44. Колодки уже немножко подношены. Но они еще какое-то время походят. Это у нас внутренняя колодка. Это у нас наружная колодка. Берем суппорт. И устанавливаем его на место. Поворачиваем направляющие здесь торцами. Чтоб они у нас уперлись в фиксирующие. И закручиваем болты. Эти болты я не мажу. При регулярной замене колодок они закинуть не успевают. Но зато они уже держатся и не откручиваются. Ну что, теперь пришло время установить шланг. Сейчас я его продую. Продолжение следует... Завожу болт, штуцер. И одеваю вторую шайбу. Завожу болт, штуцер. 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 там под шланг есть направляющие отверстия его устанавливаем и подтягиваем все после этого мы снимаем нашу зажимную струбцину открываю штуцер чтоб слить немножко тормозной жидкости тормоза пока прокачивать не буду потому что нам надо будет сделать вторую сторону и потом уже прокачаем оба колеса сейчас жидкость должна побежать через штуцер штуцер этот прочищенный я уже его просто расчистил вот она жидкость появилась на резьбе все штуцер я пока подтяну самотеком жидкость побежала аналогичным образом я меняю со второй стороны точно так же и направляющие и пыльники и манжеты на суппорте после этого прокачиваю тормоза и замена ремкомплекта заднего тормозного суппорта произведена всего вам доброго